Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, новая недельная глава, новая неделя, урок Трума. Очень интересная глава Трума, я ее вообще обожаю, потом расскажу почему. Но что очень важно, мы находимся с вами на таком переходном периоде. Наконец-то мы на пике. В этот шаббат мы благословляли новый месяц Адар. Это значит, что во вторник уже Руш-Ходыш, и мы с вами вступаем уже в такую весеннюю пару. То есть зима, пик сломался, и мы теперь пошли уже на весеннее. Поэтому все в мире расцветает, все в мире оживает, силу набирает добро. Но мы поговорим с вами вот о чем в этом недельной главе. Есть такой персонаж, пророк Ильягу. Ильягу. Это единственный, кто поднялся на небо живым. Он не умер, как другой человек, его тела нигде не было. Только плащ, который упал с него, был поднят пророком Ильяшей, свидетельствовало жизни Ильягу и его исчезновение. Нам может показаться, что такая смерть, это высшее достижение, которое может закончиться земная жизнь человека. Что может быть более высоким, святым, чем на глазах всех подняться в небо. Но, например, Машарабейну, самый величайший пророк, был похоронен на горе неба. Задумайтесь, разве Машарабейну, учитель всех пророков, менее великий, чем Ильягу и другие, разве он не был достойен попасть на небо? Почему этого не произошло? Более того, рассказывает, что Балшемтов, учитель всех сегодняшних хаситизмов, всех направлений, перед своим уходом из мира сказал, что у него есть выбор. Он может подняться на небо, как пророк Ильягу, но не хочет потерять другую возможность, выраженную словами, прахтой и прахом станешь. Что стоит за словами этими Балшемтова? Давайте чуть-чуть разберемся. В нашей сегодняшней недельной главе Трума рассказывают о строительстве Мешкана, скини и Завета на земле. Многие комментаторы задаются вопросом, зачем нужно строить вообще в этом мире пристанище для Бога? В конце концов, Бог выше времени, пространства, Он безграничен. Неужели мы, малюсенькие люди, способны создать для Него дом? Какова цель вообще этого проекта? Строить обители для Всевышнего? С первого взгляда кажется маловероятным, что человек, который верит, что для Бога не существует вообще никаких ограничений. Построить какое-то святилище, и я буду принимать, сказал, я буду пребывать в нем. А Барбанеля дал замечательное объяснение. Мешкан был предназначен всемогущим для того, чтобы люди не думали, что Бог покинул землю. Есть такие люди, очень мало сомневаются в том, что вообще что-то, какое-то высшее начало есть. Они думают, ну построил Бог землю и пошел заниматься своими делами. Вот это ощущение, оно мешает людям. Как говорил сам Всевышний, построят мне святилища, и я буду обитать среди них. У представителей многих религий попасть на небо считается наивысшим достижением. Ведь как бы там находится Бог. Удаизмин совсем не так. Бог везде. Главная цель спустить Бога в этот физический мир. На горе Синай во время вот этой первой встречи между Богом и людьми написано, что и сошел Бог на гору Синай. С тех пор наша задача состоит в том, чтобы обеспечить божественное присутствие на земле, увеличивать добруту, а не бороться со злом. Это другое совсем. Поэтому сказано следующее. Чтобы обеспечить божественное присутствие на земле, был построен мешкам. Именно поэтому тело Машера Бейна осталось здесь на земле, и Балшемтов тоже сделал свой выбор в пользу захоронения своего тела. Представьте здесь такую ситуацию. Один человек организует большое торжество. Платит много денег, и хозяин праздника приглашает гостей. И вдруг посреди пиршества появляются незнакомые люди, которые начинают есть, пить, игнорируя хозяина, ведут себя так, как будто их праздник, берут полностью руководство торжества, приглашают одного говорить, второго выгоняют из зала. Что хотят, то и делают. Хозяин для них просто не существует. Без сомнения, такой человек был бы глубоко оскорблен всем происходящим. Никто из нас никогда не позволил бы, чтобы такое случилось на его празднике. Однако так происходит в мире каждый день. Бог создал этот мир, организовал этот огромный праздник жизни, на котором миллиарды людей пьют, едят, наслаждаются, и в то же время полностью игнорируют хозяина. Или еще хуже, ведут себя так, как будто они хозяева. Как будто они являются теми, кто создал это торжество. Надо всегда помнить очень важную вещь. Да, наша задача привести Бога в этот мир, но привести не как хозяин мира, а как понимающий человек, что все, все в мире хозяина, и ты хочешь протянуть им руку, сказать, да, я верю в то, что ты хозяин мира. Я слушаю тебя, понимаю тебя, и стараюсь понять. Надо строить семьи, в которых Бог мог зайти. Знаете, вот есть такое выражение, их дом замечательно построен. А между тем, эта семья может жить в какой-то небольшой квартире, или даже переезжать вместо на место. Строительство дома, это законы, по которым семья живет. Есть вопрос, уютно ли Богу в моем доме. Если Бог пришел, зашел бы он в мой дом. Бог может отдохнуть в доме, который построен по тем законам, которым я строил дом. Традиционный еврейский дом, это дом Бога. Говорят, что из дома, где учат Тору, соблюдают заповеди. Мало-помалу, из кирпичиков строится вот тот третий храм. Чем больше кирпичиков, тем быстрее он будет завершен. Брахава от слуха, чтобы у нас все было хорошо, все были здоровы, чтобы наш дом был дом, в который Бог хотел зайти. Брахава от слуха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова